Девушки отдыхают Это операция – одно из самых сложных полетных заданий. Дальнее воздушное патрулирование на стратегических ракетоносцах – важнейший показатель обороноспособности государства. Поэтому такие полеты могут длиться сутками. Чтобы самолеты могли пополнить запас керосина, к ним выдвигаются авиатанкеры. Дозаправка в воздухе существенно увеличивает дальность полета, радиус действия авиации, что значительно расширяет возможности в целом дальней авиации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Авиабаза «Энгельс» Саратовская область. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идет предполетная подготовка стратегического ракетоносца Ту-160. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он отправится на воздушное патрулирование Северной Ширты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В стратегическое дальнее авиации входит в так называемую ядерную триаду наряду с военно-морским флотом и ракетными войсками стратегического назначения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В мирное время основная задача группировки – стратегическое сдерживание. В военное время эти силы выходят на передний фланг обороны страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это нанесение удара по важным военно-промышленным объектам, глубокому тылу противника, административно-промышленным объектам, уничтожение морских группировок на различных театрах военных действий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во время патрулирования самолеты российских ВВС проходят вдоль границ Исландии, Великобритании, Дании, Японии, Канады и США. Выполняют полеты над Северным полюсом, в районе Бискайского залива, рядом с Олеутскими и Гавайскими островами. Все полеты выполняются только в нейтральном воздушном пространстве, без пересечения границ иностранных государств. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раннее утро. Рязань. Военный аэродром Дягилева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь базируется авиагруппа самолетов-заправщиков Ил-78. Это основа воздушного танкерного флота. В составе соединения два десятка лайнеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас в баке закачивают максимальное количество керосина. Через несколько часов танкер встретит ракетоносец на маршруте патрулирования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА География нашей работы – это вся территория Российской Федерации. От юга до севера нашей страны, от Калининградской, до восточных побережья, до Надыря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самолет Ил-78. Длина самолета 46,6 метра. Высота самолета 14,76 метра. Размах крыла 50,5 метра. Площадь крыла 300 квадратных метров. Вес самолета – 98 тонн. Максимальный взлетный вес – 190 тонн. Экипаж самолета – 7 человек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ил-78 поступил на вооружение в 80-х годах прошлого века. Он был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Труппу конструкторов, работавших над проектом танкера, возглавлял выдающийся авиаконструктор Генрих Новожилов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень много пришлось работать с системой топливной, которая расположена в крыле. И вот если вы посмотрите на крыло самолета 76 и 78, они практически одинаковые. Но это снаружи. А внутри была сделана полностью новая система топливная с тремя точками заправки. Поскольку топливная система претерпела серьезные изменения, конструкторам пришлось заново создавать всю внутреннюю структуру крыла. Серьезным изменениям подверглась и система навигации. В те времена, когда мы делали самолет Ил-78, ни ЖПСа, ни ГЛОНАССа не было. Поэтому надо было использовать всю информацию, по которой определяется местоположение самолета. Была установлена специальная система, которая обеспечила с высокой точностью, будем говорить, место рандеву или, иными словами, встречи, где заправляемый самолет должен встретиться с заправщиком. Существует две разновидности самолета-заправщика. Ил-78 может использоваться как танкер и как транспортный самолет. В его конструкции предусмотрена возможность снятия фюзеляжных баков. Ил-78М модернизированный, отличает больший взлетный вес – 210 тонн. И большее количество отдаваемого топлива – 80 тонн. Во внутре фюзеляжной части Ил-78М установлены два оранжевых топливных бака общей емкостью 32 тонны, по 16 тонн каждый. В консолях крыла находятся еще 85 тонн керосина. Топливная система самолета связана с системой насосов. Она обеспечивает перемещение керосина и позволяет экипажу равномерно распределять нагрузку на планер. Это исключительно надежная машина в различных условиях, при больших температурах, при низких температурах. Очень удобный, эргономичный самолет как для летного состава, кабина, так и для инженерно-технического состава, для обслуживания на земле. Первые агрегаты заправки системы «Шланг-Конус» про образ современных комплексов были установлены на самолеты Владимира Мясищева – 3МС-2 и М-4. В бомбовых отсеках устанавливался агрегат с лебедкой. На нее наматывался 52-метровый шланг с конусом на конце. Эти самолеты могли перекачивать до 40 тонн топлива. В 1968 году конструкторы предприятия «Звезда» начали разработку подвесных агрегатов заправки. Работа по созданию унифицированных подвесных агрегатов заправки, сокращенно УПАС, шла около 10 лет. В 1980 году УПАС внедрили в серийное производство. Конструктивно агрегат получился, исходя из этого, блочной конструкцией. Вот у него носовая часть отдельно, она вот включает турбонасосный агрегат с системой управления. Средний отсек. Там размещено электрооборудование, гидравлическая топливная система, ну и сама силовая часть, которой он подвешивается под самолет. И шланговая лебедка, которая включает в себя барабан со шлангом и с конусом. И вот эта турбина с системой свежения, которая следит за выпуском, уборкой и натяжением шланга. На создание одного УПАЗа уходит несколько месяцев. Все три отсеки устройства собираются параллельно. После окончательной сборки агрегат отправляют на испытательный стенд. Открыть главную задвижку, включить насосы подкачки. Есть подкачка 1,9. Понял. Нагрузку нашла в 600 квадрат сил. Даю. Все испытания разделены на циклы. Особое внимание уделяется работе агрегата в нештатных режимах. Муфта снижения давления в муфте есть. Контакт. Прощу мне контакт. Понял. Возможности стенда позволяют конструкторам проводить и доводочные работы. В ходе проектирования новых моделей устройств заправки. То есть на стенде мы имитируем непосредственно условия в полете. То есть мы задаем соответствующее давление на входе турбонасосного агрегата, турбина снижения. Имитируем нагрузку на шланг и конус. Воссоздаем реально скоростной режим в полете во время заправки. Из баков самолета топливо поступает в УПАС и попадает в турбонасосный агрегат. После включения передний конус отходит внутрь корпуса. Набегающий поток воздуха раскручивает турбину. Турбонасосный агрегат увеличивает давление топлива до 25 атмосфер. После этого через расходы мер и агрегат заправки керосин подается в шланг. Снаружи шланга капроновая плетка. Она держит осевую нагрузку. Внутренний слой резиновый. Его толщина 4 мм. Дополнительно по всей длине шланга плетены токопроводящие нити. Заправочный шланг выдерживает 120-160 контактирования. Это связано с тем, что у него очень жесткие условия эксплуатации. Мало того, что он наматывается на барабан ограниченного размера, так как это надо уложить в достаточно маленькие формы. Кроме того, низкие температуры на больших высотах приводят к тому, что шланг достаточно быстро изнашивается. Сегодня конструкторами предприятия «Звезда» разработано новое поколение заправочных систем. Это кадры испытаний подвесного агрегата на самолете палубной авиации МиГ-29. Сам агрегат УПАЗ-МК принципиально отличается от агрегата УПАЗ тем, что он не имеет турбонасосного агрегата. И он всего лишь проводит топливо, качаемое самолетными насосами, в заправляемый самолет. Система управления отличается в целом. Если на агрегатах УПАЗ система – это релейная автоматика, много блоков узкоспециализированных, то на изделии ПАЗ-МК применен современный цифровой информационный блок, объединяющий в себе функции практически всех блоков изделия УПАЗ. Так, все, разговоры прекратили. Готовимся к постановке задачи. Первая эскадрилья. Первая, все готовы. Вторая, третья. Третья, все готовы. Четвертая. Четвертая готова. 14 марта 2012 года, московское время, 10 часов 30 минут, постановка задачи на полеты. Летчики дальней авиации готовятся к полетам на воздушное патрулирование в несколько этапов. Каждый предполетный брифинг начинается с постановки задачи. 200 метров фары выключить, убрать. После перестановки крыла скорость на 500. Далее в наборе выдерживаю вертикальную, как у самолетов, там на скорости 50. Затем весь полет пошагово проходит на земле. В буквальном смысле. Такой вид тренировки называется пешим полетному. Все это на полу вырисовывается полностью, весь маршрут. Схемы все, отходы, что мы делаем. И плюс, добавок ко всему, ну это сложные элементы. Это выполнение полетов в строем, выполнение полетов на дозаправку, как самый сложный элемент. А выполнение полетов в плотных боевых порядках. Тоже отрабатываем схему сбора, выход на маршрут. Любая возможная, в том числе и нештатная ситуация, тщательно разбирается всем летным составом. Здесь работает правило. Лучше 10 раз ошибиться на земле, чем один раз в воздухе. Проводим занятия, изучаем опыт предшествующих поколений. Не всегда хороший, печальный опыт. Потому что катастрофы, аварии связаны с дозаправкой топливом в воздухе. Проводим тренажи, чтобы каждый элемент выходил. Точно, педантично, на установленных скоростях и высотах, режимах полета. Чтобы все было направлено на безопасность, а именно выполнение этого элемента, дозаправки топливом в воздухе. В это время технический и инженерный состав готовит самолет. Вначале мы подсоединяем топливозаправщик через систему азотирования, которая нужна для обеспечения взрыва безопасной среды в топливных баках. И ждем сигнала от инженера корабля, находящегося в кабине экипажа, о готовности к заправке. То есть по сигналу светового маячка, находящегося между двигателями. После того, как посоединили, увидели, визуально пронаблюдали сигнал маяка, я даю команду топливозаправщику на заправку. Топливо идет. Через некоторый период времени даем давление азоту. Некондиционное топливо не раз становилось причиной серьезных авиационных инцидентов. Поэтому на самолетах, выполняющих тактические и боевые задачи, несущих на своем борту несколько десятков тонн вооружения, включая ядерные заряды, топливо должно полностью соответствовать нормам безопасности. Каждую партию керосина проверяют в химической лаборатории. По результатам анализа определяется плотность и вязкость, наличие механических примесей, температура вспышки. Топливо нагревается. Пары топлива испаряются и собираются в определенной камере. И вот когда насыщенность паров топлива достигает определенной концентрации, подносится огонечек и происходит вспышка. Вспышка топлива определяет пусковые свойства. То есть зажигается топливо в камере сгорания самолета. На следующих этапах исследует фракционный состав, кислотность, удельную электропроводность, содержание щелочи, температуру кристаллизации. Если в топливе есть растворенная вода, то она может кристаллизироваться при определенной температуре низких. Поэтому температуру кристаллизации мы тоже определяем. У нас есть циркуляционный термостат, который охлаждает топливо до минус 68 градусов. И определяем температуру кристаллизации топлива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ровно через 4 часа 16 минут над акваторией Баренцева моря ракета-носец встретит самолет-заправщик. Произойдет дозаправка топливом. Во время патрулирования наши самолеты постоянно сопровождают истребители стран НАТО. Они, так же, как и наши летчики, отрабатывают тактические задания. Мы видим, как выполняется также дозаправка истребителями стран НАТО от своих заправщиков в период нашего сопровождения. То есть сопровождает, отходит, заправляется, снова подходит. Но мы смотрим, на каких рубежах они могут перехватывать, каким составом групп, какое у них вооружение. Это все фотографируется. Ракеты малой дальности, большой дальности, подвесные баки, номера самолетов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На воздушное патрулирование стратегические ракетоносцы отправляются парами. Одновременно в небе могут находиться до 10 самолетов. Для каждой пары Ту-160 или Ту-95МС – своя группа заправщиков. Если, допустим, один не выполняет дозаправку, значит, второму уже выполняет полет с маслометой. По одному у нас самолеты не летают. Семь-семь-шесть исполнительный. С-138 запуск, давление семь-семь-три, запятая шесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танкеры выдвигаются в район заправки с оперативных аэродромов. Они расположены на удалении от тысячи до двух с половиной тысяч километров от маршрутов патрулирования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внешние условия осложняют это лето, высокие температуры. Если высокогорный аэродром, здесь уже приходится экипажу считаться с этими условиями, пересчитывать взлетные характеристики и возможность по выполнению задачи. Поэтому как сложно выполнять как на южных аэродромах и летом в большей температуре, так и на северных аэродромах при отрицательных температурах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дальность полета обратно пропорциональна возможностям передачи топлива. Так, на расстоянии тысячи километров заправщик может перекачать самолетом 60-65 тонн топлива, а на расстояние 2,5 тысячи километров, его возможности уменьшаются до 32 тонн керосина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На ракетоносце выпускается заправочная штанга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Задача коммонтира попасть в конус датчик. Ее диаметр 80 сантиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь основная сложность в том, чтобы как стрелки стреляют, совмещают целик и мушку, так и мы как бы совмещаем конус и агрегат заправки, который находится на самолете-заправчика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорость перекачки топлива варьируется с учетом типа заправляемого самолета. Диапазон от 900 до 2200 литров в минуту. Весь процесс контролирует оператор заправки. Он находится в небольшой кабинке в карме лайнера. Угол обзора 270 градусов. Это позволяет следить за работой всех трех заправочных устройств. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В зависимости от цели и задач полета, дозаправка может длиться от 10 до 40 минут. Самолеты в воздухе находятся очень близко. Это расстояние до 10-12 метров. Порой и ближе подходят. Если заправляются два самолета фронтовой авиации из-под крылевых упазов, то находятся их до концовки крыла к фюзеляжу, там порядка 5-6 метров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лепесток, лепесток, 94-601. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Действующий парк самолетов-заправщиков совсем скоро ждет модернизация. Уже разработана и тестируется новая система радионвигационного оборудования. Этот комплекс играет важную роль при заправке в условиях безориентирной местности, сложных метеоусловиях и в любое время суток. Кроме этого, увеличится и количество самолетов. Новые авиатанкеры смогут работать на большем удалении от аэродромов, перекачивая ракетоносцам еще больше топлива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...